Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Сегодня я хочу рассказать о способах иммиграции для моделей. Многие модели приезжают в Соединенные Штаты работать в агентствах, и в основном они приезжают по О-визе. О-виза – это виза для людей, для талантливых людей, у которых есть определенные способности в бизнесе, науке, искусстве, и для моделей это будет категория способностей в искусстве. О-виза – не иммиграционная виза, она дает право человеку быть в США сроком до 6 лет. Но существует иммиграционная программа и Би-1. Требования для программы похожи и для требований под О-визу. И в этом видео я перечислю, какую доказательную базу можно предоставить, чтобы подойти под эту программу. Хочу сразу заметить, что из всех пунктов, которые я буду озвучивать, необходимо выбрать лишь три. То есть не обязательно соответствовать каждому пункту. И я эти пункты буду озвучивать и затем пояснять, какое они имеют отношение именно для моделей, нежели для научных работников, бизнесменов и прочее. Первое. Первое – это можно показать, что у вас есть какие-то призы, грамоты за ваши выдающиеся способности. Например, модели могут участвовать в разных конкурсах. Если они заняли какое-то место в этих конкурсах, причем конкурсы должны быть узнаваемы на уровне вашей страны, а не только на уровне какой-то локации, не только на уровне одного города или региона. Ну, регион в зависимости, опять же, от того, насколько большой регион, насколько узнаваемый конкурс. Если было участие и заняли какое-то место в этом конкурсе, это, конечно, служит основанием. Далее. Публикации в профессиональных изданиях или иных источниках СМИ о работе этого человека. В случае с моделями, это, конечно, будут публикации их фотографий в разных журналах. Если они участвовали в показе, и этот показ освещался СМИ, это тоже имеет большое значение для поддержки данного дела. И следующее. Это демонстрация работ в профессиональной области. Для моделей это также участие в показах, участие в фотосъемках. И эти показы, эти фотосъемки, они также должны быть в СМИ, которые узнаваемы на уровне страны. Или в журналах, у которых довольно широкое распространение. Далее. Членство в определенных ассоциациях, членом которых можно стать, только добившись определенных успехов. Это не те ассоциации, куда любой может внести членский сбор и стать членом этой ассоциации. Только если в этих ассоциациях есть определенный отбор. И под ассоциациями также могут подразумеваться пакеты модельного агентства. Если модельное агентство очень известно, работает с ведущими дизайнерами, и модель в нем работает, мы также можем это квалифицировать как членство в определенной ассоциации. И следующее, что может служить доказательством, это получение высокой зарплаты по сравнению с другими представителями вашей профессии. Считается, что если вы получаете довольно высокую зарплату, это значит, ваши таланты, способности были признаны третьими лицами, то есть они их оценивают выше, чем способности среднестатистического представителя профессии. Что может еще являться основанием? Это судейство. То есть, может быть, вы входили в состав жюри, оценивая работу других моделей, оценивая работу других, не только моделей, но других каких-то профессий вашей индустрии. То есть, опять же, это показывает, что с вашим мнением считались. И при отсутствии вышеизложенных доказательств можно также предоставить любые другие доказательства, которые подтверждают данный факт. Какой факт в том, что ваши заслуги и таланты были признаны третьими лицами, и что вы достигли определенных высот в своей индустрии. Хочу заметить, что сравнение делается не со всеми людьми, то есть не потому, что человек, например, талантливая модель, а другой человек не является моделью, а сравнение делается в вашей индустрии. То есть, надо показать, что вы добились определенных высот по сравнению с другими моделями. И в основном, это, конечно, хочу повториться, что это наличие публикации, участие в фотосъемках, участие в показах мод, которые узнаваемы на уровне страны или на международном уровне. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, контактируйте нас, записывайтесь на консультацию, с удовольствием все разъясним. Спасибо и до скорого!